Добрый день, уважаемые аудитории! Меня зовут Татьяна Березная, я уролохондролог клиники вспомогательной репродукции. Сегодня я расскажу очередной сюжет о консультации, которая закончилась только что. Это была онлайн-консультация пациента из другого города. И сегодняшняя встреча наша, она была первой, и очно я так их и не видела. Женщина 36 лет, мужчина 38 лет. На мой вопрос, что является основной причиной консультации, они вдвоем, сидя перед экраном, сказали, что хотелось бы беременности, хотелось бы в сексуальной жизни, хотелось бы нормальных взаимоотношений. Когда я оформляла карту по мужчине, я спросила, сколько он весит. И он сказал, что весит 101 килограмм. И его умное лицо с коротко постриженными ежиком было щекастым, хотя и симпатичным. Его рост был 175 сантиметров. И моя машина тут же посчитала его индекс массы тела, который составил 33,1. Женщина сказал, что они в браке уже 6 лет, и последние 3 года планируют беременность. Раньше они занимались подсчетом дней максимально благоприятной регуляции. Но потом прекратили это делать, половая жизнь стала нерегулярной. На сегодня частота их встреч составляет где-то раз в 2 недели, раз в месяц. Мужчина, он составляет программное обеспечение. Его жена бухгалтер в крупной фирме. У обоих сидячая работа, а теперь в связи с локдауном, они практически перестали двигаться. И на вопрос о физической нагрузке мужчина ответил, что ее по факту нет. Спят они регулярно, кушают правильно. Мужчина уже лет 5 вообще не пьет. И курит 4 сигареты в сутки. Мужчина в зуме прислал мне свою спермограмму, из которой было ясно, что количество очень маленькое, вязкость высокая, есть высокое количество клеток лейкоцитов, есть признаки воспалительного процесса, подвижность сперматозоидов низкая, и количество нормальных клеток снижено. И он попросил рекомендации. Справедливости ради, такие рекомендации очень сложны, потому что я по факту вижу человека первый раз, не в состоянии оценить анатомию, структуру, и в принципе его половой системы. И даже подробный опрос не всегда спасает ситуацию. В заключении я написала о том, что на сегодня у нас фигурирует три основных объективных пункта. Это остенотератозооспермия, то есть снижение количества подвижных сперматозоидов и количества структурных сперматозоидов. Это метаболический синдром, потому что мы имеем повышенное давление и индекс массы тела более 33. Три основных объективных сперматозоидов вязкость. Это означает, что если жена после половой жизни принимает вертикальное положение, не происходит разжижение образцам, биологический секрет удаляется из половых путей женщины. «Какие же рекомендации вы нам дадите?» спросил мужчина. И я сказала, что первая рекомендация это планировать первичную консультацию для того, чтобы я могла составить свое личное мнение о его состоянии здоровья, запросить консультацию терапевта в связи с гипертонической болезнью. Я рекомендовала ему пока изменить образ жизни и активизироваться, потому что он сказал, что он проходит очень небольшие расстояния. И для того, чтобы узнать, какие это небольшие расстояния, нужно померить шагомером количество, проходимое в сутки. Я рекомендовала ему 12 тысяч шагов, при этом сказав, что даже если вы будете ходить 2000 шагов по первым измерениям, это все равно будет праздник, потому что мы об этом узнали. Гораздо хуже, когда человек сидит и ничего не происходит. Я попросила его пока убрать быстрые углеводы из пищи. Он спросил, что такое быстрые углеводы. Я сказала, что это сладкие каши, сладкие газированные напитки, пирожное мороженое, рис из суши, пирожки, булочки, белый хлеб, картошка, манная каша. Он сказал, что его жена очень вкусно готовит, и обычно он не задается вопросом, сколько здесь калорий, просто вкусно. Тогда я ему ответила, а вы знаете суточное количество вкусной пищи? Он говорит, какое? Я говорю, спичечный коробок. Ну, то есть, объективно, мы не знаем, сколько он употребляет пищи. Я думаю, что даже если он будет съедать немножко больше спичечного коробка, небо на землю не упадет, но это все равно будет способствовать его улучшению состояния здоровья. Я попросила, чтобы в дополнении к обычной спермограмме он выполнил анализ, который называется прямой МАР-тест. Мы знаем, что для того, чтобы оценить иммунологический фактор в паре, нужно оценить количество антител на поверхности сперматозоидов. Если их много, то вероятность встречи сперматозоида и соединения его с яйцеклиткой очень малая. Поэтому выполнение этого теста, оно является обязательным при выполнении спермограммы экспертного класса. Но этот тест выполняется при определенной подвижности. Если подвижность сперматозоидов очень низкая, выполнение этого теста просто будет нереальным. Кроме того, я рекомендовала в консультацию супруги у репродуктолога, у доктора-акусерогинеколога, который сможет в течение одного менструального цикла оценить состояние женщины, потому что мы можем сколько угодно воспитывать спермограмму, улучшать сперматогенез. Однако, если у женщины есть перегородка в полости матки или синдром Ашермана, когда она имеет лысый практически эндометрий или отсутствие эвуляторных циклов, когда не происходит выхода яйцеклетки из яичника, все наши действия по планированию беременности в паре будут неудачны. В целом, впечатление мое очень хорошее. Мне кажется, что люди будут думать о том, как изменить свою жизнь. И я сказала им, что на самом деле моя цель не коррекция спермограммы и не улучшение. Моя цель оздоровить мужчину для того, чтобы он был здоров настолько, чтобы плодотворно и многие годы растить своего ребенка. Если вам сюжет понравился, если было интересно, поставьте лайк, подпишитесь, нажмите колокольчик. Удачи! Березная! Так же, edy. Продолжение следует... Продолжение следует...